Сегодня в программе мы расскажем, чем заняться мужчине на конкурсе Автоледи. Остановимся и сейчас кто готов поехать? Растопим сердце твоей бывшей. Я думаю, если она холодная, надо ее погреть. Построим бизнес на грибах. Сами придумали, сами сделали. И скажем, когда правильно отмечать Масленицу. И каждый раз веселиться, как первый. Очень долгая заставка, времени мало. Погнали. Какие красивые девчонки. Это вам от нас. Вы здесь диск жуки? Типа того. Цейлонский походу. Что вы себе представляете, когда слышите выражение автосоревнованиям? Ну, конечно же, наверное, это запах покрышек. Тяжелая музыка на фоне. И суровые мужские лица. А что, если я вам скажу, что есть автосоревнования, где пахнет хорошими духами, играют песни Стаса Михайлова и «Руки вверх», а также красивые женские лица там за рулем. Все это Автоледи 2021. И я приехал сюда разбираться. Что же за мероприятие? Ну, и с девчоночками познакомиться, конечно. Итак, убегаем с трассы, потому что настигает меня автомобиль. Тем более, мне нужно поговорить с человеком, который мне все объяснит, все расскажет, все покажет. Это Машенька, очаровательная, сногсшибательность на руку. Холодная рука, это маркетолог, база-предотдел. И, друзья мои, мы снимаем эту передачу 8 марта. Мужики, крепитесь. Поэтому позвольте от меня подарить вам вот это. Не мокро, свернусь хотя бы. Короче, это не серьезно. Давай, нормально. О! Машенька, это тебе от меня, от него. Спасибо большое. С наступившим праздником. Цветите, пахните, как они. Не пахнут, но вы пахните. Что за мероприятие? Сколько лет уже проходит? Почему только девчонки? В числе 8 марта либо просто девчонкам закатилась свою автодушку. Мы уже на своей базе проводим четвертое мероприятие подобного плана. У нас отличная инфраструктура, которая позволяет нам организовать автомобильные соревнования такого формата. Это конкурс автоледи? Это конкурс автоледи. Но у нас есть дружеский на заезд для мужчин, потому что они обиделись, что на 23 февраля мы не сделали для них. Мероприятие. Где-то есть праздник. А, крытое время. Спасибо огромное. Бегите, организовывай дальше. Спасибо вам. Выпускаю. Бегите. Девушки, милые, те, кто участвует, пожалуйста, проходим вот сюда. Давайте, удачи, удачи, молодцы. С праздником, молодцы, умнички, 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 умнички. Молодцы, молодцы, молодцы. Ай, хорошо, хорошо. О, какие красивые девчонки. Владимир сегодня молодец здесь дает нам. Нужно будет объехать, сделать змейку, выполнить фигуру гараж, отстрелять еще, потому что у нас автобиатлон. Помимо того, что они еще красивые, они еще и меткие. Все это сегодня здесь, и мы с вами начнем. Есть пробитие. Настоящий батя. Рад видеть. Невероятно. Очень рад. Слушай, ну вопрос такой у меня простой. Что-то мне подсказывает, что уж автомобильных мероприятий ты насмотрелся. Всяких, но теперь решил еще для девушек сделать, чтобы они получали удовольствие. Особенно в 8 марта. Вот. Я хочу ответить, что человек ведет мероприятие. Есть разница между женскими автосоревнованиями и мужскими? Вот напряжение. Большая, большая разница. Женщины, сейчас была тренировка, можно увидеть, если смотрел. Женщины пока не потренируются, пока она не поймет, что она делает на трассе, она никогда в гонку не поедет. Мужики проигрывают. Ну там, взял шлем там. Что-то такое, да, запикаем потом, да? А вот девчонка выходит такая, и ноготь. Тац! Есть, но я скажу, что переживают. Некоторые переживают, особенно лидеры, когда у них есть быстрые секунды рядом, да, то они переживают, если конус заденет или еще что-то, но могут дверь ударить. Но я думаю, они внутри у себя все равно в автомобиле все выскажут, и потом выходят уже улыбающиеся. Не бывает такого, что подходят, так и говорят, Александр? Это вам от нас. Набавьте нам минус пять секунд. Они стоят и на телефонах сейчас везде засекают. Если я только секунду не так сказал, она потом подойдет, мне скажет. Поэтому только честность, только справедливость. Ну все, тогда ни на секунду не буду больше тебя задерживать. Спасибо тебе огромное. Прошу, вставай ко мне сюда, мы с тобой победим сегодня. А вы, девочки, знаете, если хотите выигрывать, я должен судить мероприятие. Шоколадки, все принимаю. Дайте, чем прилик, всех этих женских мероприятий. Твоя там снег месит, конкурс выигрывает, ты стоишь, рожачок точишь. Сюда остановишься, и сейчас кто готов поехать. Девчонки молодцы. Чего-то классное настроение здесь. Они переживают, конечно, все, но в то же самое время переживают те, кто приехал за них поболеть. Кстати, о них. Здрасте. Скажите, пожалуйста, ой, с праздником вас всех, с праздником, с масленицей. Вы поболеете за кого-то приехать? Один. За кого? Кто? У нас Машуля. Кто? Машуля. Машенька. Ну, в общем, вы за нее просто болеете и греетесь сразу. Мне просто болеетесь. А чем вы греетесь тогда? Как че? Чай. Чай. И все? Они намеков не понимают, пойду, блин, есть сухомятку. Угу. В наличии. Вот другое дело, да. Все. Чайком чокаюсь я. Крепкий чай, очень. Цейлонский, походу. Все, друзья, спасибо огромное. Классно. Подвожу итог. Мероприятие очень крутое, очень душевное, семейное, что на самом деле. А также, если вы, пацаны, услышите вдруг, что проходят автоледи, приезжайте. Ведь тут можно поздравить не только девушек с 8 марта, а также познакомиться с учениками, которые ты будешь носить на руках, а они отвезут тебя в город, да? Да. Все, ребят, с вами было здорово, пока смотрите в свободное время. Поехали. А на руках? У меня спина больная, ты же знаешь. Поехали. Всем привет. Мы в музее искусства Омска. И этот значок здесь висит не просто так, а потому что мы на выставке Александра Капралова с интригующим названием «Натура инкогнито». Что это за натура, почему она инкогнито, нам расскажет сам автор. Погнали. Александр, здравствуйте. Расскажите, почему вы дали своей выставке такое название? Название такое непознанная натура. Имелось в виду, что веками, веками, в лет 500 уже рисуем обнаженную натуру. Каждый ищет что-то свое и не останавливаясь, познать ее невозможно. Женщину имеется в виду женщину, а женщина – это красота, это доброта. Я думаю, что бездонность вот эта, вот она как бы определила в этом название непознанность. Вы сказали, что женщина – это красота и доброта, но при этом сделали скульптуры из холодного металла, такого, который, в принципе, не однистреляет женщину, никак не вяжется с ней. Не видите ли вы такого противоречия небольшого? Нет, я не вижу противоречия. Я думаю, если она холодная, надо ее погреть. Я думаю, отличный материал, металл, я в нем работаю. Я думаю, что, мне кажется, не в материале дело. Не в материале, а в сюжете, в пластике. Выставка открывается 5 марта. Вы ее специально подгоняли под международный женский день или у вас просто место в мастерской закончилось? Да, хочу сказать, да. И на первый вопрос, и на второй. Очень сложно, чтобы такое количество собралось обнаженных фигурок в мастерской. И праздник неожиданно 8 марта. Ну и решили открыть. Вы говорили, что эскизы и некоторые ваши работы, они были сделаны в 2020 году. Это, получается, вам от одиночества вот вдохновение такое приходило или от скуки, от чего? Я думаю, что время карантина – это счастливое время для художника. Никуда не надо, сколько экономии времени. Для художника, одиночки, который сам по себе работает, это классное время. А рисунок вдохновлением всегда приходит от натуры. Есть натура, есть рисунок. Скульптура, она, конечно, делается по-другому, поэтому от натуры там мало чего. Зарисовки, они делаются с натурой, легко, свободно. Естественно, оттуда все и берется. Женщины все разные, и женщин любят разных, разные мужчины. Яблочко у меня много где в нескольких работах. Вот это яблочко, Ева вот такая пухленькая, кругленькая, хорошенькая. Ну, яблочко как бы наметно, греховное, да, дела на все эти прочие. А ваши работы можно как-то купить? Естественно, продается все, кроме музыки. Спасибо вам огромное за очень интересный рассказ. Было приятно с вами поговорить. Спасибо. Выставка будет работать до 4 апреля. Приходите, смотрите, наслаждайтесь, возбуждайте свой интерес к искусству. Эту историю в 70-е рассказывали с театральной сцены великие Фейна Раневская и Ростислав Плят. Дальше тишина. В новом спектакле омской драмы она зазвенит голосами Валерии Прокоп и Валерия Алексеева. Взаимоотношения и родителей, и между родителями, и между детьми – это вечная тема. Люди, которые уходят уже из семьи, становятся взрослыми, у них своя семья, какое-то непонимание, эгоизм, что-то такое. Это всех, есть вещи, которые мне очень близки. Поэтому отношения, вот когда становишься взрослым или пожилым человеком, то начинаешь как бы винить себя за то, что ты был не очень внимательен к своим родителям, к маме, к папе, что мог бы что-то сделать, а уже поздно. Вот это щемящее чувство совести, боли, оно присутствует в этом спектакле. Большего нельзя требовать от неверки. Все, все, все. В центре сюжета семейная драма, развернувшаяся на фоне Великой депрессии. Пожилые родители из-за долгов вынуждены расстаться с домом, и дети решают их разделить, поселив отца у дочери, а мать у сына. Прожившие 50 лет вместе паре, приходится расстаться навсегда. Атмосферу Америки 30-х воссоздавали не только костюмами и реквизитом. В оформлении сцены присутствуют ретро-образы из рекламы, мультфильмов и кино. Если вы посмотрите на декорацию, да, тут есть рекламные щиты, разные рекламные кусочки рекламных плакатов, да, мы все это погрузили в мир, как, собственно, мир, который нас окружает сегодня. И там речь идет о кризисе экономическом. И сейчас, в общем, весь мир под угрозой какого-то страшного кризиса. Мы живем в мире капитализма, да. У каждого государства свои черты, но сейчас нам становится это близко. И вот эта вот постоянно окружающая нас реклама какой-то прекрасной жизни, какого-то счастья необыкновенного, которое можно купить в самых разных магазинах, интернет-магазинах. Он нас везде окружает в неком полиграфическом или видео, или, да, в каком-то, ну, вот, в таком виде. А насколько оно на самом деле в нашей жизни присутствует на фоне этого всего, это вот большой вопрос. За режиссерским интересом Романа Самгина стоит личная история. Трудности квартирного вопроса заставили по-иному взглянуть на предложенную театром пьесу. Я прочитал несколько раз и понял, что можно поставить ее, потому что сам взял ипотеку и понял, что через 30 лет, если я доживу до этого времени, то неизвестно, что со мной случится. И также я могу оказаться без жилья, которое я себе приобрел. Я понял, что она сейчас даже актуальнее стала, чем в 70-е годы, когда ее ставили у нас в стране. В тяжелые времена выбивают опору из-под ног, вынуждают прощаться с имуществом. Но важнее, что они не властны над чувствами людей. Герои спектакля принесли любовь через всю жизнь. И оттого так драматично их прощальная сцена на вокзале. Дается намное количество счастья. Пока не его тратят сразу, а люди, как мы, растягивают на долгие годы. Друзья, сегодня мы расскажем вам про необычную отрасль сельского хозяйства. Мы приехали на ферму, где круглый год выращивают грибы. Наблюдать за ними очень увлекательно. Почему? Вы узнаете сегодня вместе с нами, а расскажет нам об этом Андрей. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Вот это помещение, это здание построено специально под выращивание грибов. Грибы – древнейшие существа планеты. Они сочетают в себе признаки и растений, и животных. Умеют выживать в условиях экстремальных температур и радиации. Чтобы выращивать собственные съедобные грибы, важно создать особые условия. Какие – Андрей Бойко выяснял не один год. Эта ферма уникальна для Омска. Ее создал еще отец Андрея. Это нечто среднее между домашней теплицей и автоматизированным предприятием. Здесь выращиваются вешенки, или, как еще их называют, устричные грибы. Считается, что они содержат полезные вещества для организма человека. Процесс начинается с покупки мицелия – посадочного материала в виде зерен. То есть это и мицелий называется? Это называется мицелий. Грубо говоря, грибные семена, грибные споры. Концентрат. С которого потом я размножаю и уже трансформирую в блок. Дальше необходимо создать соломенный брикет, в котором и будут расти грибы. Так называемый субстрат. Отправляемся в производственный цех, чтобы увидеть, как он создается. Все начинается вот с этого оборудования – механической дробилки. Туда загружается солома, пшеница. Сверху для питательности кладут еще и боковую стружку. То есть тут у нас целый винегрет смеси. Вот. Здесь оно у меня лежит определенное количество времени. Определенные тут процессы начинают. То есть я в первую очередь ее здесь увлажняю. Она напитывается влагой. И потом уже транспортерная лента железная. Вот эта комната называется комната пастеризации. Здесь солома обрабатывается паром и нагревается до 65 градусов. Так уничтожаются патогенные микроорганизмы. При добавлении кислорода происходит ферментация. Там лежит субстрат готовый, подготовленный. Вот этот станок, гидравлический пресс, тоже ручная разработка. Сами придумали, сами сделали. Этот станок формирует наши грибные блоки, пакеты. То есть оттуда человек-мастер загружает солому. Там мерным стаканчиком посеивает вот этот мицелий. Покупной – это зерно, ячменя, пшеница, пророщенная. Ну, грибница – концентрат. То есть мы делаем посев по определенной рецептуре. Берется вот полиэтиленовый пакет, мешок. Одевается на станок. И станок тут гидравлический. Прессуется потом. Гидравлические цилиндры, да, он сюда выдавливается. Получается, скотчем заклеиваем. Получается, этот прямоугольный брикет. А это вот что такое? Это для чего? Это сито. Это нано-разработки. Стиральная советская машинка. Это вентиляционная решетка, все из нержавейки. То есть в этом сите перетирается мицелий. Ну, он, короче говоря, перетирается на сыпучее, чтобы зернышки. Вот оно лежит с понедельника. Вот это зернышко мицелия. Так выглядит. Беленькое. Дальше блоки отправляются в инкубатор, где в них начинают прорастать споры. На брикетах вырезаются специальные отверстия, грибные нити, гифы чувствуют кислород и тянутся к нему. То есть они как бы эти питательные вещества все берут к красоте из... Да, вешенка – это древоразрушающий гриб. В дикой природе она растет на гнилых пнях березы тополя. В лесах она у нас есть, этот гриб. Здесь создаются наиболее комфортные ей условия, то есть солому ей легко освоить, легко ей скушать. Этот процесс длится 16 дней. На 17-й можно увидеть зачатки гриба, после чего блоки переносят в зону выращивания. Все, сейчас мы уходим с инкубатора, и я включу систему увлажнения. Я его называю «грибной дождь». За дверью в цех выращивания проходите. Ух ты, как у вас здесь пахнет, прям как в лесу. Ну тут лес создаем всеми силами. Плюс 15 градусов и влажность почти 88%. Блок, получается, стрессируется. Там ему было тепло, 22, здесь ему стало холодно. Он такой защитный биологический механизм, то есть блок начинает выдавать грибы. Ну что-то типа инстинкта самосохранения. Здесь определенно своя атмосфера. И сейчас вы поймете, о чем я. Издали грибные гроздья похожи на большие сосновые шишки. Вблизи на маленькие зонтики. Гипнотическое зрелище. Вот здесь у меня молодежь. Это блоки надо было сегодня уже сорвать, отвезти на рынок. На ощупь вешенки очень нежные, с тонкими пластинками внутри. У молодых грибов выпуклая шляпка с завернутым краем внутрь. У взрослых более плоская в виде воронки. Их можно есть и сырыми, но вкуснее, конечно же, жарить или мариновать. Чтобы вырастить такой грибной лес, мало просто следовать уже общеизвестным правилам. Есть секреты, которые узнаешь только в процессе, говорит Андрей. Самое важное – это санитария и климат. Так одно время блоки поедала плесень. Полтора года. Столько времени потребовалось, чтобы отточить технологию выращивания. Вот у нас ящики для сбора. Отдельные, предварительные. Собираем урожай, не в лукошко, но в ящике. Срезать ножом нельзя, только выкручивать вместе с корнями, иначе в блоке может появиться плесень. Тут вот соломка, корешок, вот на цветочек получился грибной. И если раньше все работы приходилось выполнять вручную, то сейчас работа цехов частично автоматизирована. Сам придумывал режимы, алгоритмы работы вместе с омскими специалистами лучшими. И тут у нас получается, ну вот это все так вот выглядит. То есть это все органы управления. То есть тут контроллер температуры, контроллер влажности, контроллер СО2, контроллер вентиляции, вытяжки, приточки. Сейчас Андрей собирается выращивать и другие грибы. И уже проводит эксперименты по их культивированию. Здесь будут расти шампиньоны. А вот так, к примеру, выглядит инкубированный блок шиитаки. Но можно выращивать и другим способом. Это пеньки тополей с мицелием, которые нередко покупают дачники для своих участков. Правда, ждать такого урожая придется около года. Видеть, как через субстрат наружу пробиваются первые грибочки, именно вот в этот момент, наверное, и просыпается азарт, когда культивирование превращается уже в настоящее искусство. Раз-два, раз-два-три. Раз-два, раз-два-три. Сегодня за окном отличная погода. Наступил март. Моя мечта стать радиобедущей до сих пор не осуществилась. Сегодня здесь в баре группа Ванделкэтс презентует свой первый альбом. Группе почти два года, но ее нечасто можно встретить в омских барах. О чем их альбом и какую музыку играет, сегодня узнаем. Создавалось все очень просто. Возникла идея реализовывать свои песни, свою музыку. И, собственно говоря, подобрали людей. То есть мы друг к другу были практически, ну, наверное, совершенно незнакомые люди. Вандализм не самое положительное слово, но когда вы придумывали название группы, вы использовали какое-то другое значение. Я правильно понимаю? Вандализм более такой творческий. Чтобы не ограничивать себя в рамках, чтобы именно, как мы, да, помнишь первое, да, разрушать стереотипы, врываться в душ, устраивать там позитивный какой-то эмоциональный переворот. Можно танцовать, можно кричать, орать, обниматься, прыгать. Авторская музыка требует большой подготовки. Мы же сами все сочиняем, да, музыку сами. Не нравится, переделываем тексты вместе, по отдельности. Все вот это вот, и оно отнимает очень много времени. Соответственно, как только мы готовы предоставить какой-то блок, да, свет песен, то мы заявляемся, например, раз в месяц. Потихонечку копится еще какая-то база программы. Вот, потом мы старенькое разбавляем новеньким, и, соответственно, дальше вот мы уже второй альбом начинаем потихонечку компоновать. То есть быть кавер-группой намного выгоднее сегодня с точки зрения концертов, а значит, с точки зрения финансов. Многие хорошие музыканты, да, классные специалисты уходят в кавер-бенды, потому что в кавер-бендах это все бары, в принципе, клиенты ориентированные. Они приглашают что-то такое, что можно послушать, даже не зная людей. Вот вы пришли, люди не знаете, а музыка знакомая. Вот, и, соответственно, атмосфера создана, люди пришли, люди придут еще. У вас не так много прослушиваний на Spotify, iTunes. Это потому что вы еще пока свою траекторию нащупываете? Эти площадки, они платные, и не все еще привыкли, что нужно подписаться. Соответственно, просто вот Spotify, он больше популярен за рубежом. Вот, у нас музыка русскоязычная, у нас туда пока еще не сильно, ну, прям вот пока рано еще. И более того, нужно именно вкладываться больше в рекламу, чтобы именно там она форсировалась. Сложно, потому что русское население, да, российское, так скажем, они еще пока только переходят. Народ подваливает. Классно. О чем ваш первый альбом? То есть все ли композиции посвящены одной тематике или все-таки нет? Возможно, какие-то тексты, ну, может быть, не понравились бы каким-то определенным органам, но там ничего такого страшного нет у нас. Там есть просто о том, что мы должны пробиваться в этом мире, в этих обстоятельствах. Мы должны не забывать о том, что мы живые, о том, что люди вокруг нас тоже живые, чтобы люди не забывали о том, что такое жизнь. В планах, конечно, на лето какой-нибудь фестиваль, а их готовится несколько. Не ожидалось, что будет настолько все мощно и круто. Ожидали, что зрители будут петь слова из новых песен? Ну, я ждала. Когда альбом выходит в сеть, о чем, да, говорится, то они могут его слушать и запоминать. Соответственно, сейчас они поют. Судя по тому, сколько людей пришло, у группы уже есть свой фан-клуб. Я такую музыку слушаю нечасто, но тройки из нового альбома этой группы добавлю в свой плейлист. Это все мы, все живые, пока не все мы. 54 новеллы, 54 главы, и здесь 54 графических листа, 54 цветных афорта. Создавал Хирояки Мияма их на протяжении 10 лет, с 2000 года. Вообще, Гэнди Манагатари – это очень известный в Японии средневековый роман. Гэнди – это такой японский дон-жуан, невероятно красивый, богатый. У него было огромное количество дам сердца и любовных похождений. Но в отличие от дон-жуана, он не разбил ни одной из них сердца, и о каждой продолжал заботиться фактически до своей смерти. На создание одного листа требуется чистых 100 часов времени. Некоторых наших посетителей, возможно, возникнет вопрос. Они заходят на выставку, видят очень много цветов, видят решенные на высочайшем эстетическом уровне эротические сцены. А самого Гэнди здесь нет. Где Гэнди и почему цветы, когда речь о любовных похождениях? Дело в том, что, конечно же, это аллегория. Потому что у каждой дамы сердца принца Гэнди было цветочное имя. Самая его большая любовь была дама из павильона Глициний. И, соответственно, ее символизирует ветка Глицинии. Субтитры создавал DimaTorzok Как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы отмечаем Масленицу. Да не где-нибудь, а в Васином хуторе в сказочном городе. Сегодня будем есть блины и, конечно же, веселица. У-у-у! Держите, держите, сейчас мы вас всех победим. Ой, держите! Мы победили! Бабушка Ега, расскажи ко мне, почему это ты к нам пришла Масленицу праздновать? Ну, так как же не праздновать-то? Зима-то надоела, ступа замерзает. А я ж привыкла травки собирать-то, грибочки. Вот и хочу встретить-то весну побыстрее-то. Отойдите, пожалуйста, я вам всем покажу. Картошечка. Ух, горяченькая. Ой, хотите картошки? Так, у нас тут целая полоса препятствий. Забиваем, бежим, кидаем. У-у-у! Победа! Так, снежочек! Опа! Да, я! У-у-у! Забрелись Масленицу в том, что отмечать ее можно вообще всю неделю. И каждый раз веселиться, как первый. В Васином хуторе гостей на Масленичные гуляния ждут до 20 марта, чтобы вместе проводить зиму и отметить приход весны в лучших народных традициях. А еще в старину хоровод приводили. Ну что, сегодня мы повеселились, но я знаю, где можно будет зажечь уже в это воскресенье, в старине Сибирской, и мы там будем, и вам все расскажем. Ну а я пойду в хоровод. Стоп! Но это еще не все. Какая же Масленица без угощений и праздничного стола? Держите картошечку, кушайте. А вот и моя картошечка, еще тепленькая. Скажи, пожалуйста, за что ты любишь Масленицу? За то, что на празднике Масленица сжигаются чучело. Почему тебе так нравится сжигание чучела? Ну, потому что я люблю смотреть на огонь. Откуда у тебя такая любовь? Ну, от шашлыков. Скажи, понравился тебе сегодняшний праздник? Да, мне больше всего понравилось состязание, где нужно было бить молотком, потом бежать, кидать кольцо, бросать снежок, и больше всего понравилось ходить на... Снегоступах? Да, на снегоступах. А, ну в этом я тебя поддерживаю. Скажи, пожалуйста, за что ты вообще любишь Масленицу? Ну, потому что там можно веселиться, провожать зиму, зиму и можно есть блины. Да, это здорово. Так, ну что, все, мы, кажется, записали, давайте мне скорее микрофон снимайте уже, мне нужно домой идти блины жарить скорее. Настя, ты что, какие блины? У тебя же вот куча блинов. Ну, так Масленица же, кто мне запретит? 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 Продолжение следует...